Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо вам за вашу активность За вашу гражданскую и профессиональную позицию Мы с вами будем работать 3 дня Сегодняшний день мы работаем здесь, в этом зале И подробным образом разбираем состояние нормативно-правового регулирования На сегодняшний момент в правовой отрасли Завтра и послезавтра мы переходим в выставочный центр И там уже вашему вниманию будут предложены практические и прикладные темы Которые помогут вам непосредственно улучшить качество вашего бизнеса В рамках обсуждения сегодняшнего темы нормативно-правового регулирования Мы ознакомим вас с состоянием дел С разработкой и утверждением законопроекта, о котором мы говорили на последних встречах Мы познакомим вас с теми изменениями законодательства, которые произошли за период, пока мы с вами не виделись Последний раз в рамках конференции мы встречались в Ялте А крупные мероприятия, октябрьские За последний год мы подготовили у вас подборку законодательных изменений, которые произошли у нас в отрасли Несомненно, мы обратим наше внимание и обсудим те возможные отдельные положения И законопроекта, и нормативных документов, которые последуют Которые, на наш взгляд, вызывают некоторые сомнения и необходимость дополнительного обсуждения Для того, чтобы, в общем, все-таки реализовать законодательство, которое поможет решить проблему хоронной отрасли Итак, хочу вам представить наш уважаемый президент Потому что все наши мероприятия, естественно, вызывают широкий интерес общественных организаций Представители власти к нам с того, что приходят послушать и выразить свою базницу Относительно проблем развития хоронной отрасли И первое приветственное слово я хочу предоставить Михаила Алексеевичу Масееву Который организует деятельность, как я уже сказала, нашей рабочей группы И приглашу вас, пожалуйста, Михаила Алексеевич, пожалуйста Дорогие друзья, я, конечно, рад и сердечно приветствую вас всех людей, которым не безразлична та тема, которую мы вынесли сегодня на обсуждение Нашей 16-й международной конференции Это очень щекотливая тема Поверьте мне, человеку, достаточно прожившему много и видевшему много Не просто хочется от имени комитета по труду социальной политики и дела ветеранов Вас сердечно приветствую для этого в нашем форуме Ну и самое главное, я еще являюсь председателем Российского Союза ветеранов Той мощнейшей организации, которая была создана в 1956 году И первый руководитель был выбран дважды герой Советского Союза маршал Василевский А 45 лет бессменным секретарем этой организации Заслуженный человек, герой Советского Союза Алексей Павлович Мерезьев Это тот человек, который сбил три немецких самолета с ногами и семь без ног И сегодняшняя тема, которую мы с вами для обсуждения, она настолько мне близко, настолько дорого И особенно вот 4 дня тому назад, когда мне пришлось оправдываться как военному человеку за ту бестактность, которую сделали читинцы Год 70-летия нашей великой победы Когда мы преклоняем, не только знамена, преклоняем свою память перед героистом тех, кто выстоял, кто победил, кто сегодня живет среди нас Которые оценивляют ту нашу великую победу, как наши деды и отцы, которым мы гордимся и говорим о том, что это они в 45-м, 9-го мая Водрузили знамя победы над Рейхстагом Это они 2-го сентября 45-го года на Дальнем Востоке в составе 1-го, 2-го Дальневосточных Забайкальских фронтов поставили точку Второй мировой войне И вот надо кому-то было придумать, обязательно запустить накануне, может быть, нашей конференции Или, может быть, придать остроту значимости обсуждаемого нами вопроса При живых ветеранах откапывать им уже заранее могилы Вообще, любое православие, любая церковь То ли иудейская, то ли христианская, то ли мусульманская Вообще-то, при жизни человека, это сегодня мы немножко поменяли ориентиры Когда на элитных кладбищах скупают земли, уже заранее для себя готовят место, когда он уйдет в другой мир, чтобы его там похоронить Поверьте моим словам То, что мне пришлось говорить по телевидению, то, что мне по радио Я сказал, что для меня, военного человека, это кощунство, когда в голове кого-то родилась идея При живых участниках войны, ссылаясь на какие-то условия за Байкале и от Дальнего Восточника Чистокровный Амурский Никогда на Амурской земле заранее при условиях мороза, которые там достигают И 45-50 градусов, никогда заранее никто не отрывал и не делал могил Ну а то, что я хочу сегодня вам сказать, мои дорогие друзья В нашем зале присутствуют профессионалы почти со всех регионов России В 2003 году, когда взялась идея о подготовке законопроекта, к которому мы приближаемся Вот 250, более 250 организаций, которые согласились участвовать в подготовке и разработке этого важнейшего документа для этой похоронной отрасли И сегодня то, что мы сидим и обсуждаем Собралось в этом зале почти все регионы нашей матушки России Здесь есть и комсомольчане, мои земляки, есть и комбаровчане И амурское, и еврейское, и забайкальцы И Коми, и Пермь, и Петропавловск Все, кому сегодня дорого эта тема На нашей встрече и обмен мнения, которое произойдет Я сомневаюсь, что вы высказаете темы желания, которые являются основу того закона, который мы будем, я думаю, что в ближайшее время принимать Но прежде чем принимать закон, мы вот в колуарах обсуждали за чашком чая И говорим, что да, в этот закон должно быть войти то, что будет отвечать духу и интересам любого региона Мы не должны допустить в этом законе какие-то погрешности, которые будут очень больно ударять по памяти тех, кто потерял и потеряет своего родственника Мы должны составить тот каталог мероприятий, который позволит человеку, потерявшему близкого, дорогого себе, с меньшей болью участвовать в этом горьком мероприятии Вот на своем горьком опыте скажу, что 24 сентября прошлого года прожил 55 лет, пройдя фронтовыми дорогами, сменив 21 гарнизон, за два дня ушла супруга из жизни Обезоружило всю нашу семью Незнание документов, незнание соответствующих актов, куда идти, что делать Что нужно вначале получить какой-то документ о том, что человек ушел из жизни, а затем начинай бегать с этим документом, как у горелой Когда боль в сердце, когда дикое непонимание, что произошло, переживание, а тем не нужно этим заняться Я говорю об этом почему? В этом законе, который мы принимаем Не нужно, может быть, его сильно будет и афишировать этот закон, но, по крайней мере, правовое воспитание в этом плане должно быть обязательно соответствовать Если пока еще нет, может быть, в этом разделе, а как вести нашу пропагандистскую работу, направленную, как помочь человеку, который потерял своего родного и близкого Как ему помочь сделать то, что положено сделать, когда уходит до жизни самый дорогой человек Я хотел бы, обращаясь ко всем нам, сказать, что нас ждет сегодня, в эти три дня, большая, интересная, кропотливая работа Все ваши пожелания, ваши предложения, вне сомнения, они будут выполнены Потому что они должны лечь в основу этого документа И вот я на завершающем этапе подготовки этого документа Я хотел бы рабочей группе, когда мы уже выработаем действительно Те подходы, они определены сегодня правительством и государством Что выбран тот орган, это Министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Как регламентирующий орган, который будет заниматься этим законом И вот собраться бы нам всем, те, которые будут в рабочей группе На Кокольском бульваре, дом 4 Потому что это Советский комитет ветеранов войны Сегодня в рамках Российский союз ветеранов Через этот орган идет все то, что кончается похоронного дела Я прошу высказать свои пожелания, свои предложения А вам всем пожелать доброго здоровья, хорошей, плодотворной работы И всяческих добрых дел Спасибо большое, Николай Алексеевич Приветственное слово представляет Артем Юрьевич Кирьянову Представителю общественной палаты Первым заместителем председателя комиссии Про развитие стабильной инфраструктуры ЖКХ Уважаемые друзья, очень приятно приветствовать вас здесь, в этом зале Алиса общественной палаты Прежде всего хотел бы сказать, что тема сегодняшней вашей встречи Она для нас актуальна Мы постоянно работаем с обращениями граждан С обращениями общественных организаций, коммерческих организаций Которые нас, в общем-то, абсолютно однозначно приводят к выводу Что необходимо системы изменения в отрасли И то, о чем говорил Тотич, что для меня Глава Геннезидия, оно должно быть сделано в ближайшее время Знаю, что сегодня присутствуют вместе с нами Работать представители профильного министерства Я, наверное, не буду с тобой поговорить о нюансах в деталях законопроекта Поскольку мы это, наверное, слышим, что называется первоисточника Но хотел бы остановиться на тех вещах, которые Некоторые представители общественной палаты Важно упомянуть Это, прежде всего, работа похоронного дела Она должна все-таки облегчить жизнь То, о чем мы сегодня говорим О том, что достаточно непонятная история Начиная от смерти, заканчивая захоронением Достаточно непонятная история, что это было с кладбищами Много людей, которые пользуются ситуацией, когда родственники Не до этого им начинают предлагать какие-то услуги По совершенно заученным ценам Вообще не имеют никакого отношения к формальному Ситуации, которые происходят С этим мы сталкиваемся Нам на это жалоба Это очень портится, что называется, сферимовщий отрасль То есть недобросовестные враги Они должны, конечно, уходить Должен установиться по закону единопонедийная пара от отрасли Мы, конечно, выступаем за то, чтобы отсекать совмещения, связанные с медициной и похоронным делом Конечно, мы должны с вами понимать, что специфика похоронного отдела требует специализирования самых разных моментов, которые есть или не требуют То есть это вопрос, знаете, дискуссионный, надо разбираться Я полагаю, что в том числе и поддерживая предложения Комитета Государственной, то мы готовы к любым встречам на площадке Российского Союза ветеранов, на площадке Общественной Палаты России Знаете, у нас есть формация на любые чтения, когда законы чтения, на этапе до первого чтения Рассматриваться в Общественной Палате Здесь, я думаю, что мы найдем точки соприкосновения и проведем такие мероприятия Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что тематика похоронного дела, она, знаете, вот, может быть даже важнее, чем сегодняшняя ситуация у нас с рождаемостью Потому что одно дело хорошо и правильно родиться, а другое дело достойно выйти из жизни и быть, так сказать, сопровожденным в процессе И здесь я еще раз подчеркну, что Общественная Палата не останется в стороне от проблем отрасли И будет способствовать тому, чтобы основные правила дубли orи заканчиваются на интересы в граждане Спасибо Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо